сегодня предпоследний наверное предновогодний ролик продолжая опять таки тему собственной программы как в прошлый раз я тут написал когда описывал данный ролик что помимо всего прочего уже в прошлой версии добавились два планировщика топлива о чем собственно я и хотел в этот раз поговорить то есть эта версия которая под данным роликом более-менее черновой вариант их содержит поскольку пока алексей там занимается вопросами связанными с ту 134 доработка его под новые команды голосовые пока не еще не доделаны можно поговорить вполне себе про это и так во первых еще с прошлого раза появилась вот эта кнопка которая происходит расчет по калькулятору ссылка здесь и файле читай но он собственно этот калькулятор есть тут небольшой глючок который еще все еще не убрал который открывается сам по себе еще и после планирования полета ну для начала сделаем прям простой план полета из вот этой вот строки как обычно между понятно москву и питером так но это план полет построился в винде и теперь открывается вот такая формочка здесь можно выбрать груз по загрузке борта причем можно его указать либо фунтах либо в килограммах резервное время полета ну здесь нам наверное часа сильно многовато будет короткий очень перелет там не не знаю 20 минут резерва тип самолет вот в этом калькуляторе чем он хорош он не для всех конечно бортов наших но умеет строить то есть здесь присутствует и вы от 18 до 96 здесь есть ту 154 из наших бортов и здесь по моему были да здесь присутствует целый ряд анов ну лучше чем ничего потому что в основном планировщики топлива про которые я после этого скажу не было и этого у меня по умолчанию стоит 76 в настройках сейчас покажу как это поправить под себя дистанция в данном случае берется так как мы рассчитываем план полета из плана полета уже с учетом сидов старых и так далее опять-таки можно в километрах можно в милях кому как нравится и дальше все что остается нажать это рассчитать на секунду он появится вот дальше вот этот вот глючок про которое говорю вот это вот страничка нам уже не нужно абсолютно мы можем ее закрыть поскольку весь расчет уже произведен вот у нас здесь вот присутствует начале дистанции единственно что не измеряется и вес в двух единицах измерений сразу для различных типов загрузки также я оставил старый вариант альтернативный один альтернативный два если на него нажать то это с пью планер ком без всяких там регистрации он позволяет вполне себе нормальный вывести расчет единственно суть его заключается тут нюанс в том что он считает все на английском языке все пишет вот и тип самолета для так как это другой калькулятор здесь берется из его списка почему нельзя их засинхронизировать да просто потому что здесь списки хоть внешне похоже но несколько они разные то есть здесь fuel по нарком нету отечественных самолетов вообще никак поэтому по умолчанию он стоит для 737 первый вариант его короткая короткий вариант их просто рассчитывать топлива иногда этого вполне достаточно совершенно необязательно считать что то еще то есть это вот первая кнопочка вторая кнопка понятно выводит дата шип вот в общем то вот про планировщики топлива все только единственно можно добавить что в настройках теперь присутствует самолета можно сохранить их под себя ну допустим если я хочу ту-154 и выберу опять таки вот это вот настройка отвечает запускать или не запускать вообще тот планировщик после построения полета если вы допустим летаете на ту-134 естественно вам он не нужен будет да и у 154 есть прекрасный собственный калькулятор естественно я об этом знаю и для второго планировщика можем там выбрать вот они 777 какой-то 737 800 самый популярный например не забываем после этих установок но я все же таки оставлю пока галочку по умолчанию нажаты и в этот раз я уберу распознавание голоса сохранить настройки и когда мы в следующий раз после сохранения этих настроек перезапустим программу то увидим что в настройках программы те самолеты которые мы выбрали прошлый раз сохранились еще как все остальное вот собственно поэтому этот короткий ролик я на этом заканчиваю больше пока добавить нечего но кроме того что появилась еще закладка дополнительно она несколько долго открывается это чисто косметическое изменение коснувшиеся программы я просто выдернул из закладки 144 где они особо не нужны элементы все элементы которые присутствуют в программе по а лс там и прочие элементы портов которые есть теперь здесь присутствуют элементы плана конкретного полета для которого он сформирован можно всегда закрыть не обязательно топлива рассчитывать то есть это тут тоже на усмотрение для всей элемента присутствующие для текущего порта тоже здесь есть и синхронизации про которую же было давно говорено с различными x-play нам там в сэксом препаром теперь вынесены сюда на вот эту закладку но это чисто косметическое изменение ничего особо сильного она не касается и поэтому на этом я завершаю